Итак, друзья, всем привет! На связи Давид Поделка, Веледник. Мы сейчас ведем прямую трансляцию из Иерусалима. Только что бегал, наконец-то вспомнил, что приближается праздник Шавот и решил хоть наконец-то чуть-чуть поучить Тору, а не только ее продвигать и продавать. Сейчас слушал как раз урок по Торе, и, во-первых, у меня пришла такая мысль, что Шавот вообще-то профессиональный праздник всей команды ВАИКРА, всей нашей платформы, потому что наша основная задача, наш главный продукт, который мы продаем, это Тора. То есть самый ценный продукт, что есть в этом мире, мы сейчас его продвигаем. Поэтому, кто еще не с нами, подписывайтесь на ВАИКРУ, ставьте лайки, пальцы вверх. Да, и только что слушал интересный урок от Равбулочник, это тоже очень крутая маркетинговая фамилия. Равбулочник, если вы нас слушаете, то огромное вам спасибо. Он на песок ее меняет, наверное. Да, напишите мне в личку, мы будем очень рады, если вы будете тоже у нас публиковаться на ВАИКРе. И все, все, теперь о Торе. Да, во-первых, возникает вопрос, лично, не знаю, вот сейчас слушал этот урок, и поднимался такой вопрос, почему Тора была дана в Египте, да, почему не в Египте, в пустыне. Почему Тора была дана в пустыне? То есть можно было найти как-то, ну, место получше, покрасивее, там вот какой-то нибудь Иерусалим вот красивый, да, с парками, тут цветочками, посмотрите, да. Куча вариантов, нет, все-таки в пустыне, где вообще ничего нету, да. А давайте мы сейчас посмотрим другую вещь, как мы сейчас все живем, да. У каждой из нас сейчас просто перегружена информация. Вот я даже выхожу на пробежку, у меня телефон просто не замолкает, все пишут. Давид, какой пост, какую-то рекламу запустить, то, все. Да, то есть представьте, если бы мы были, получали бы Тора где-нибудь в Нью-Йорке, с хорошим Wi-Fi, там, под конденсионером, тут там коктейли, мохито разносят. Ну, то есть, да, Всевышний дает Тору, а там кто-то сидит, такой, лайф, да, делает прямая трансляция, прямо из пустыни, все сюда, да. Вот, то есть был бы какой-то ужас, и непонятно, как бы мы эту Тору приняли. Именно поэтому было выбрано и место, как бы, да, пустыня. И что все мы, что желаем друг другу на праздник Шавод, это принять Тору Бесимха в Эбепнимиус, да. То есть, чтобы получить Тору, чтобы взять ее на себя, чтобы принять ее, да, Сэвэнишма, да, то есть, как бы, сделать и услышать, надо освободить место. Поэтому, друзья, найдите у себя в душе каждую кнопку форматировать диск, очистите ее от всякого ненужного спама, от всяких инстаграмов, отпишитесь от всех других каналов, кроме Ваикра, от там всяких, там, Дневник Хача, всякого бреда, там, Муз-ТВ, МТВ, все, отписывайтесь от этого, это все порожняк. Валамаба, в следующий мир вы это с собой не заберете. Все, подписывайтесь только на Ваикра, ну, Толдот еще тоже можете, да, подписаться. Ну, и, конечно же, Исак Пенсевич Систенс, да. Все, друзья, всем с праздником, Хак Сам Эх, все, счастливой принятия Торы. Все, подписывайтесь и до встречи на Ваикра.